Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать, как обыгрывать чемпионов мира. Рассмотрим леталку. Принудительная жеребьевка черная А7 летит на А5. В этой позиции за белых лучше всего играть Ж4. Теперь у черных есть два хода. Fe5, наиболее сильнейшее продолжение, и dc5. Вот этот ход чуть похуже. После хода Fe5, белые играют неожиданно Fg3. В чем идея? Если черные ставят кол, то у белых будет преимущество. Играем cd4, и видите, шашка F4 находится под угрозой окружения. Далее возможно b7, bc3, dd6, gf2. И вот здесь черным надо нападать dc5. Белые временно выигрывают шашку. Но черные грызят ее тут же отыграть. Обычные продолжения ведут к ничьей. Допустим, еf6 как-то или cd2. Лучше всего здесь за белых пожертвовать шашку и расставить коварную ловушку. Значит, идея мастера Василия Наумика. Если черные играют dc7, ну здесь простая ничья. После ab2 черные отыгрывают шашку. Ну и постепенно достигают ничьей. Здесь у белых особых преимуществ нет. Видите, у черных застряло h8, зато у белых застряло h2. Это ничья. Если же в этой позиции черные вместо dc7 играют cb4. Тогда у белых появляются шансы на выигрыш. Например, g6, ed2. Черные играют fe7 и грозят fg5. Все логично. Белые закрываются. Ну и кажется равная позиция. На самом деле у белых шансы на выигрыш. ab6, ab2. И вот здесь надо было играть fg5. И черные точной игрой все-таки могут достичь ничьей. А если черные играют ed6, тогда уже у белых выигрыш. Смотрите, играем ed4 и грозим b3 и bc5. Поэтому приходится нападать. Тогда временно жертвуем шашку. И нападаем. Ну, грозим побить на c5, поэтому приходится отдавать шашку обратно. И далее все четко сходится в пользу белых. d7, bc3, ed6, ab4, fe5, hg3. Точный ход. То есть здесь бесполезно жертвовать шашку. Это будет проигранный n-шпиль. Если черные играют hg7, сильнейшее сопротивление, тогда играем hg5. Ну и здесь уже пора жертвовать шашку. И белые здесь выигрывают. Допустим, gh4. Ну, cb2, cd2, тут без разницы. Все сводится к одному n-шпилю. То есть белые форсировано отъедают шашку g7. Ну и здесь у черных два варианта. Если они нападают с t7, тогда закрываемся. Ну и на единственный ход играем ed6. Грозим, приходится отходить. И белые свободно проводят еще две шашки в дамке и легко побеждают. Понятно. Если в этой позиции черные играют на d8, не дают провести шашки, тогда играем на e5. Ну и на ход черной дамки на e7 играем точно на b8. В чем идея? Видите, черные вынуждены уйти с линии косяка. И тогда белые проводят шашки в дамке. Оставаться и контролировать, связывать шашки белых, они здесь не в силах из-за несложного удара. g6. И жертвуем дамку и выиграем. Вот такой простой выигрыш. Возвращаемся к начальной позиции. После fg3 здесь не обязательно за черных ставить кол. Это все-таки вариант с большим преимуществом белых. Здесь лучше всего играть gf6. И здесь уже черные могут поставить коварную ловушку. Рассмотрим партию международного гроссмейстера Евгения Кондраченко и международного гроссмейстера Мони Норреля. 2012 год. f4 b7, gf2, bc5. Вот здесь правильно играть fg3. Мы рассмотрим этот вариант. А Евгений разменялся cb4. Вот здесь уже пора было бить две шашки. А он побил одну, намереваясь окружать позицию черных. И черные здесь провели несложную, но симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти самостоятельно. Черные играют fg5. Затем после всех разменов играют de5. И форсированно попадают в дамки. Вот такая симпатичная ловушка. Поэтому после bc5, конечно, правильно играть в этой позиции fe3. Черные играют cb6. Ну и здесь форсировано, возможно, такое продолжение. Поменялись, поменялись. gh6, be3, разменялись назад. Запасаемся запасными темпами, извините за тавтологию, но лучше не скажешь. Ну далее, hg7, hg3, fe5, fe3, gf6, gh4, ed6. Здесь надо меняться, ef4. Ну и форсаж продолжается. de7, fg3, de5, de3. Здесь пора вылазить bc5. Ну и на размен cb4 играем ed2. У черных единственный ход. ed4, все остальное плохо. Можете убедиться в этом самостоятельно. Тогда отходим. Ну и в ответ на нападение меняемся. Черная игра dc3. И белым пора проводить ничейную комбинацию. Отдаем две шашки, забираем две. Ну и после хода cd2 партия заканчивается ничей. Вот это сильнейший план игры за белых и за черных в этом дебюте. Возвращаемся к начальной позиции. Так, gh4. Мы рассмотрели ход fe5. После хода dc5 у белых преимущество. Играем hg3. Выжидаем. Черным надо куда-то определяться, куда-то ходить. И они играют cd6. Здесь лучше всего играть cb4. А вот ef4 напрашивающийся ход, но он здесь не очень хороший. Из-за ловушки, которая была в партии мастера Владислава Нана и международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Партия 2010 года. fe5, gh2, gf6. Вот здесь надо было играть fe3. И сводить партию к основному варианту после b7 и fg5. А белые решили сыграть de3. Этот ход плохой. Здесь уже черные могут отклониться от этого варианта основного и сыграть fg7. В чем идея? На ход cd2 белые вроде бы ощетинились ударными колоннами. Но на самом деле здесь черные проводят симпатичную комбинацию. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Играем cb4. Отдаем две шашки. Затем отдаем еще одну шашку и подрываем пункт e3. Ну и затем наносим решающий удар. Именно так и победил Евгений Кондраченко. Так, возвращаемся к этой позиции. Здесь конечно место ef4. Отмечу красным. Лучше играть cb4. Наиболее сильнейшее продолжение. Белые грозят напасть b5. Поэтому черным лучше всего разменяться. fe5. Здесь возможно два продолжения. Ef4. Как было в партии чемпиона мира международного гроссмейстера Сергея Белышеева. И международного гроссмейстера. Также чемпиона мира Юрия Аникеева. Ef4. И также возможен ход bc3. Вначале рассмотрим bc3. Партию вице чемпиона мира международного гроссмейстера Евгения Кондраченко против неоднократного чемпиона мира Андрея Валюка. Значит Валюк здесь играл черными и он защищается. b5. Белые меняются cd4. И у них отличная позиция. Шашки черных разбросаны по фронту. Поэтому у белых преимущество. Далее было hg7, ab2, gf6, bc3. Ну и здесь похоже надо было просто терпеть. Меняться cb4 и постепенно уравнивать позицию. Андрей Валюк боец. Он решил здесь побороться за инициативу. И сыграл fg5. Серьезная ошибка. Белые неожиданно нападают. И выясняется что приходится меняться. Вроде бы позиция черных неплохая. На самом деле белые здесь красиво выигрывают. Играем gh2. В чем идея? Видите? На ход d5 проводим несложную комбинацию. hg5 и cb4. И остаемся с лишней шашкой. Валюк это увидел. И сыграл здесь dc7. Тогда нападаем красиво fg3. И выясняется что у черных нет ходов. То есть на d5 снова этот удар. hg5 и cb4. И белые остаются с лишней шайбой. Поэтому Валюк в этой позиции сыграл cd4. Еще борясь за ничью. И Евгений здесь красиво победил. Он бьет c3 на e5. Выигрывает шашку. Ну и после вынужденного хода dc5. Черные хотят отыграть шашку. Белые здесь провели красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь ее также найти. Белая игра dc3. Затем отдают одну шашку. Затем отдают вторую шашку. Третью. И красиво выигрывают. Вот так. Возвращаемся к этой позиции. Вместо хода bc3. В партии Белшеев, Аникеев было f4. Интересное продолжение. Черная игра от hg7. И здесь Сергей Белшеев делает отличный ход cd2. В чем идея? На ход gf6 белые неожиданно нападают b5. И расставляют красивую ловушку. Юрий здесь хорошо подумал. И в ловушку не попался. Как вы думаете, друзья, можно ли в этой позиции играть fg5? Поставьте видео на паузу. И подумайте, можно ли сыграть за черных fg5. Оказывается, этот ход красиво проигрывает. После fg5 белые бьют. Ну и как бы черные не били, здесь белые проводят красивую комбинацию. Под названием шлагбаум. То есть подкидываем шашечку. fg5 ставим шлагбаум. И видите, дамка черных ограничена. Мы ее тут же ловим. И за счет вот этого шлагбаума красиво побеждаем. Юрий Аникеев разгадал коварный замысел белых. И вот в этой позиции вместо напрашивающегося хода fg5 сыграл b7. Точный ход. Белые продолжают расставлять эту ловушку. Играют bc3. Снова проигрывает fg5. Снова играем gh4. Приходится бить на c1. Ну сюда же не побьешь. Белые выигрывают. Приходится бить на c1. Снова они ставят шлагбаум. И ловят дамков черных и выигрывают. Чемпионы, понятное дело, на такие ловушки не попадаются. И Юрий четко играет b5. Далее в партии было fe3 cb4. Ну вот в этой позиции белые ошиблись. Правильно было играть gh4, постепенно уравнивая позицию. То есть видите, хода b3 нет из-за cb4. И вот здесь партия могла закончиться ничьей. Fe7, ef4. ed6. Белые меняются. Вперед. Ну и после нападения просто меняются назад. Позиция абсолютно ничейная. Допустим, ab6 грозит удар. Играем bc3. Ну и на ход bc5 играем gf2. На нападение cb4 можно провести несложную комбинацию. Ударчик. Fe3, efg5. После всех разменов возникает абсолютно равная позиция. Вот так и должна была закончиться партия. Вот в этой позиции, после размена, вместо gh4, Сергей ошибся и сыграл df4. Оказывается, этот ход уже очень плохой. Черные меняются назад. И вот здесь, после хода gf4, грозят пройти в дамки. Поэтому приходится играть cd4. Юрий здесь сыграл не точно. Он сыграл ab6. Все-таки эта партия была blitz. С командного чемпионата мира 2020 года. И партия завершилась ничью. После gf2 и bc5. Белые постепенно уравняли позицию. Вот в этой позиции черные могли сыграть гораздо сильнее. Можно было сыграть ef6. И вот здесь уже черные побеждают. Смотрите. На ход gf2 нападаем. Заставляем закрываться. Дпустим, dc3. Фиксируем. Не даем размена в dc5. Потому что мы попадем в дамки. Ну и здесь форсировано возникает плохая позиция у белых. Допустим, fg3. На пале приходится меняться. Там можно и fe5 разменяться. Все сводится к одной позиции. Играем ab4. Грозим. Приходится отходить. Играем fe7. Не даем таких ходов. Ну и на единственный ход gf2. Играем b5. Далее d3. Меняемся. Ну и на ход ed4 следует изящный контрудар. Ef6. Ну и белым приходится сдаваться. Потому что как бы они ни били, черные форсировано проходят дамки и красиво побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. Можете позвонить в колокольчик. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.